Актуальные темы. Компетентное мнение. В программе «В центре внимания». На пилот-радио программа «В центре внимания» я, ее ведущая Марина Семенова, приветствую вас. Дети – наша радость, наша надежда, наше будущее. От нас зависит, какими они вырастут, с каким багажом эмоций, знаний, навыков войдут во взрослую жизнь. Ответственные родители непременно задумываются над всем, что связано с воспитанием детей, их образованием, их мировосприятием. Вопросов возникает немало. Зачастую необходим профессиональный совет. Обратиться к специалистам, найти и прочитать объемную литературу не всегда. Получается, пилот-радио запускает новый проект. Посвящен он будет нашим любимым детям и всему, что с ними связано. Все подробности узнаем прямо сейчас в прямом эфире на пилот-радио. Артем Федоров – сооснователь среды образовательных возможностей «Совом» и Павел Хилько – основатель детского клуба «Вверх тормашками», арт-педагог. Итак, Павел, Артем, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, мы с вами затеяли проект о детях. Давайте объявим же, наконец-таки, название этого проекта. Хором. Хором. Давайте хором. Три, четыре. Время и дети. Вот так вот мы по-детски хором вместе сказали о том, что на пилот-радио в ближайшее время, а именно в начале Нового года, будет у нас новый проект «Время и дети». Как раз там мы будем рассказывать обо всех проблемах, связанных с детьми, которые, вопросы возникают у всех наших, наверное, слушателей, которые являются родителями. Сразу же скажу, что все наши программы будут выкладываться на портале ТвериГрад. Их можно будет послушать, там будет видеоверсия, посмотреть, соответственно, да, и можно будет краткую информацию прочитать. Почему, Артем, почему, Павел, вы начали интересоваться этой темой и вообще почему вдруг у вас возникла потребность, да, прийти на радио? Ну, начну с того, почему начал интересоваться этой темой. И родилась дочка, первая дочка, моя красавица Настя, вот, и стал сразу вопрос, как будет происходить дальше общение со своим ребенком, когда он подрастет, на каких взаимоотношениях выстроить вот это вот отношение, ну, отношение, разговоры. Соответственно, начали узнавать, начали говорить с людьми, которые этим уже занимались, с методологами, с разными профессорами, и приходить к каким-то истинным. В процессе получилось так, что я был год директором частного садика в Москве, соответственно, тоже общался с детьми и понял, что эта деятельность мне очень нравится. Потом появились вопросы, не проблемы, хочу сказать, да, потому что проблемами мы называем какие-то взрослые вещи, а с детьми могут быть только вопросы. Проблемы с детьми не бывает. Вот такая позиция у нас у Павла. Да, вот, появились вопросы, опять-таки, с дочерьми, которыми я начал разбираться, ну, в процессе я еще, думаю, не раз об этом расскажу. Начал разбираться и понял, что мне не хватает знаний, начал учиться, находить новую информацию, и у меня стало получаться решать эти вопросы, соответственно, я начал делиться этим, плюс пошел учиться на арт-педагога, а там арт-психология, арт-терапевтия и все, что связано с детьми. И также пересек, ну, мы с Артемом давно общаемся, практически с самого начала, как эта тема стала интересовать, мы начали общаться с Артемом. Но Артем пошел по более, да, своим грандиозным путем. Артем, какой у вас был путь к детям? Ну, путь примерно такой же, начался, вернее, так же, что появились свои дети, вот, и стало понятно, что то, что существует в сфере образования сейчас, но не очень то, что хотелось бы видеть самим, и в первую очередь по результатам того, что происходит, и как устроен процесс, вот, хотелось бы что-то, чего-то другого, вот, чтобы дети в процессе образования чувствовали себя более счастливыми, более, больше получали удовольствие, вот, и чтобы так сделать, пришлось, да, создавать собственную, собственную систему, вот, и мы уже работаем более четырех лет, мы создали среду образовательных возможностей СОВУМ, в нее сейчас входит несколько проектов, это и лектория для родителей, это и курсы предпринимательства, сейчас мы провели в прошлые выходные в Рио детский маркет, где дети могли продавать свои вещи и продавать то, что они сделали, для них это был очень-очень сильный опыт, то есть обратная связь получилась очень хорошая, в январе мы тоже будем проводить следующий, вот, значит, также в рамках данного проекта мы сделали семейную школу, в которой попытались сделать так, чтобы дети двигались к своей самостоятельности, вот, и двигались в тех направлениях, куда им хочется двигаться, то есть не то, что родители хотят и куда они пытаются его сориентировать, вот, а куда они чувствуют, исходя из того жизни, в которой они живут, из того окружения, в котором они находятся, тех культурных вещей, в которых они присутствуют, вот, куда они хотят двигаться, вот, поддержать их в этом направлении. Вот именно развитие их интересов, их талантов, где у них лучше получается, вот это самое основное. Ну, прежде чем узнать, наверное, где у них лучше получается, детям нужно рассказать вообще, какие существуют возможности, может быть, даже методом проб и ошибок попробовать, а может быть, он скажет, нет, я на этом заниматься не буду, а пришел и понял, что, вау, это мое. Да, конечно, здесь могут быть разные варианты, каким образом это можно сделать. Самое главное, чтобы эта инициатива шла от ребенка. Ну, а если он не знает, что вот есть такие возможности? Круг возможностей родитель все-таки должен показать, вот, как мы показываем, да, ну, все по-разному, но должны показать, что есть одно, второе, третье. Плюс не забывайте, что век все-таки у нас интернета, сети и всего остального, и доступ достаточно прямой у каждого ребенка, и он сам приходит и говорит, я хочу это, я хочу то. Или вы видите, как он перед зеркалом начинает танцевать, или вы видите, как он начинает лепить там из глины, или там еще что-то делать, да. И вы ему предлагаете, слушай, а если это тебе нравится, давай попробуем. Обычно они говорят, давайте попробуем, они не говорят, я этого не хочу. А вот когда приходят на место, и когда они понимают, хотят ли они ради этого учиться, заниматься, и прям, ну, реально, напряжение получать. Да, может быть, что это такие усилия ребенку придется применять, чтобы он на это не рассчитывал. И вот тут они понимают, хотят они ради вот этого интереса заниматься или не хотят, вот тут они делают выбор настоящий такой. Да, и здесь, может быть, даже дело не в том, чтобы им какие-то нужны усилия, предпринимать. А самое главное, это их интерес. Если им это интересно, да, если они видят в этом какой-то свой интерес, они готовы применить любые усилия. То есть они их применят, и в этом нет сложности. Как найти конфету в вазочке у бабушки, которую для него спрятать. Конечно. Но не каждый ребенок, упертый, так скажем, в своей цели, и встретив на своем пути какие-либо препятствия, некоторые дети отходят, даже если им это нравится. Может быть, вот здесь все-таки нужно надавить со стороны родителей, видя интерес. Обычно это происходит из-за того, что у ребенка есть какой-то опыт взаимодействия в данной ситуации. Изначально, если он ничем не ограничен этот опыт, если он взаимодействует с ситуацией новой, он максимально в ней заинтересован, максимально к ней открыт, максимально пытается использовать все ресурсы, чтобы ее изучить. Это что-то новое, и оно само по себе интересное. На самом деле, эта тяга, она не только у детей есть, она и у взрослых есть. Если взрослый видит что-то новое, там, автомобиль Тесла поехал, просыпается интерес реальный. И вот этот интерес, он как бы... Можно я дополню, да? И я все-таки, да, Марин, тоже маленько согласен, ну, как, вернее, согласен, что если у ребенка не получается, по-разному бывают характеры ребенка, по-разному бывают, ну, вот его ощущения своих возможностей. Где-то надо его стимулировать, мотивировать, скажем так. Так. Но это делается очень мягко. Опять-таки, через интерес, через увлечение, через победы. А может, опять-таки, преподаватель не подошел. Вот, ну, вот не сошлись они именно с ребенком. Ой, преподаватели отдельная тема. Давайте не в эту передачу. Я... Действительно, тема у нас для рассуждения. Я сразу историй много. Понимаю, что очень много. И очень хороших. Итак, я напоминаю, что пока у нас еще программа в центре внимания. Говорим мы о программе «Время и дети», которая стартует на Пилот-радио в январе месяце. Это новая программа, которая, понятно уже из названия, что она будет о детях, обо всем буквально, что с ними связано. Вот мы уже много тем, да, так вот очертили. Расскажем еще в ближайшие вот несколько минут, какие мы темы самые первые будем обсуждать. Итак, я напоминаю, что мы беседуем с Артемом Федоровым, со основателем среды образовательных возможностей СОВЫ, мы Павлом Хелько, основателем детского клуба «Верх тормашками», арт-педагогом говорим мы о новой программе, которая у нас стартует в январе на Пилот-радио. Программа будет называться «Время и дети». Обсуждать, понятно, будем детей, все, что связано. Будет огромное количество разных возможностей с нами пообщаться, об этом мы обязательно скажем в эфире. Пока давайте мы с вами еще немножечко продолжим, наверное, обсуждать, какие мы темы затронем, наверное, в первую очередь. Ну вот, вы знаете, как «Время и дети» сразу меня вот сейчас уже наталкивает на мысль, что мы даже сможем сравнить детей, которые были, когда мы были дети, и детей, которые сейчас. Среда, возможности, интересы и все остальное. Потому что это очень много влияет именно на, как сказать, на увлечение, на развитие, на еще что-то. Сравнить, правда, будет не очень просто. Не очень просто. Критериев четких нет. Четких критериев нет, но тем не менее мы можем понимать, как развивались те дети, и просто уже свою историю даже рассказывать. И уже начинать строить некоторые теории по новому развитию детей. Да, сравнить себя мы можем с детьми. Да, себя, естественно. В первую очередь посмотреть, что поменялось. И действительно, среда меняется очень быстро. И это, на самом деле, одна из основных сложностей, почему существующее образование, оно не успевает. Потому что среда меняется быстрее, чем меняется сама система образования, формы ее... Оно просто не успевает. Ну, просто не успевает. Вот просто никак. Вот. В ближайшей программе будем говорить, какие темы? Ну, во-первых, рассмотрим гаджеты. Гаджеты и дети. Вот эту тему, которая вроде как у всех на слуху, но тем не менее абсолютно не изучена. Правильно? Английский язык. Английский язык обязательно. Не только английский, а вообще в принципе иностранный. Да, вот это вот повальное увлечение с двух лет ребенок должен знать один, два, три языка. Да. Самостоятельный выбор. Да, самостоятельный выбор. Как он формируется у ребенка, да, и какая роль здесь родителя в этом формировании. То есть, как этот процесс может быть устроен. Я сразу же хочу оговориться, что и Артем, и Павел сами будут выступать в роли экспертов. И в то же время мы планируем приглашать и других людей, да, с их точки зрения. Будем тоже рассматривать те или иные проблемы. Первая наша программа будет посвящена, ну, такой очень интересной, наверное, теме, да, чем дети отличаются от взрослых. И вот здесь, и вот здесь мы, наверное, даже заинтересованы, не, наверное, даже, а мы точно заинтересованы во мнении наших слушателей, что вот они думают, да, по этой теме, чем дети отличаются от взрослых. Мы даже можем уже сейчас назвать WhatsApp номер, куда вы можете прислать свои мнения, можете прислать темы, которые бы вы хотели, чтобы мы обсудили в эфире. Номер, куда вы можете поделиться своим мнением, да, 8920-693-5482. Если кто-то не записал, не страшно, еще раз повторюсь, уговорил уже в начале программы о том, что видеоверсия, текстовая версия нашей сегодняшней программы будет выложена на портале ТвериГрад. Также у нас в нашей программе планируется несколько, так скажем, рубрик, да, еще, в том числе это рассуждение детей. Вот, кстати, хотелось сразу сказать, да, вот по поводу рассуждения детей, очень бы хотелось услышать мнение детей, кто такие взрослые. Да-да-да. Именно аудио, небольшая аудиозапись в WhatsApp, не больше 20-25 секунд, присылайте на номер 920-693-5482. И обязательно, скажем так, самые яркие, да, лучшие они все, вот, но самые яркие, звонкие, да, обязательно, я думаю, попадут в эфир. Рассуждалочки, да. Рассуждалочки. Кто такие взрослые? Мы ждем мнения ваших детей, запишите их, отправьте на этот номер 8-920-693-5482, до января месяца еще предостаточно возможности, ждем ваши сообщения аудиоформата. Ну и, конечно, еще раз напомню, что сами вы, наши уважаемые взрослые, взрослые наши слушатели, можете как раз написать, какую тему вы бы хотели, чтобы мы обсудили в эфире, и можете написать мнение по теме нашей первой программы, это как раз, чем дети отличаются от взрослых. Итак, я напоминаю, что эта программа пока в центре внимания, на Пилот-радио. Мы беседуем, вернее, презентуем новую программу на Пилот-радио «Время и дети». Ее старт намечен на январь месяц. Следите за эфиром, будет обязательно об этом сообщено. Еще раз конкретное время. И сейчас к вам, и Павел, и Артем, наверное, у меня такой момент, наверное, больше даже как у родителя. Вот все-таки сейчас есть какой-то, наверное, пласт вопросов, с которыми чаще обращаются к вам родители. Может быть, это действительно какая-то поколенческая проблема, пускай так даже, мягко. Ну, давайте, наверное, начну я, потому что у меня, грубо говоря, индивидуальные первые шаги вопроса. У Артема это уже более масштабная штука, к которой мы все, в принципе, я считаю, должны стремиться к подобному. То есть я рассматриваю вопрос, вот говорю, у меня личный опыт с моей дочкой, с Настенькой, вот, когда ей пытались ставить чуть ли не дисграфию, грамматическую и аудиодисграфию, и неврологи даже хотели предложить нам лечь на стационар. Ну, сами понимаете, что это лекарство некое, еще что-то, еще что-то. Я был абсолютно против, потому что ребенок с детства развивается нормально, абсолютно. Ну, если кто интересуется, то дислексия – это некоторое развитие головного мозга. То есть как диагноз даже я считаю, лично я сейчас считаю, узнав все, что это как диагноз в принципе ставить нельзя. Вот. Но смысл такой, что когда все это и поставили, я сказал, нет, никаких стационаров, давайте заниматься. Я нашел ряд упражнений, ряд техник, и мы с ней стали заниматься. Через полгода, мы занимались с апреля, до 1 сентября нам уже наша классная руководитель сказала, что Настя сильно изменилась, и я вижу прогресс. Я начал учиться на арт-педагога, я понял, как можно работать с этими методиками, и чем я сейчас занимаюсь, как раз помогаю этим детям, которым сложно. Сложно начать обучение в школе, сложно пережить свои эмоции, которые уже начинают накапливаться, начиная вот с садика до этого. То есть чуть-чуть затрону образование, то есть мы, допустим, в садике в последнем году учим их чуть ли не всему первому классу, в первый класс они приходят, их начинают переучивать. Вот какой резонанс должен быть у ребенка в голове? Я повторяю то же самое, зачем я это делаю? Все это складывается в эмоции, все это складывается во внутренние какие-то... Может быть, даже протест против обучения. Да, да, вот ранний такой протест. Раньше мы против системы, а они сейчас сразу против всего. То есть для вас, вы считаете, что вот это сейчас такая одна из самых основных распространенных вопросов? Это с тем, с чем я сработаю, да. Понимаете, в чем дело? И вот это вот вопросы, которые вроде как они не замотивированы в учебе. Ну нет такого. Каждый человек, каждый ребенок замотивирован в узнавании нового, интересного для себя. Вот так вот. И если раскрываешь, то получается, это плавно перетекает в то, что говорит Артем, в ту систему, которую он создает. То есть как раз открытая система с самого начала. И вот теперь слово Артем. Артем, расскажите нам о системе. Да, действительно, от родителей видна обратная связь. Мы видим их напряжение, очень большое, которое у них возникает по поводу того, как ребенок двигается по жизни, ходит в школу, туда приходит, и, видя это, и сами дети имеют очень большое напряжение по поводу того, что там происходит. То есть это напряжение, оно разное имеет. Природу, да, это может быть и взаимодействие с педагогом, преподавателем, это может быть взаимодействие с детьми, взаимодействие с самим предметом там и так далее. Вот. Это, но в совокупности получается один и тот же эффект, что детям все сложнее и неинтереснее ходить в школу. Вот. А родители, соответственно, это чувствуют, и для них это тоже очень тяжело, потому что они хотят эту ситуацию исправлять, они хотят участвовать тоже в, скажем так, в том, чтобы ребенок становился счастливее. Вот. И в данном случае, в данном случае видно, что количество того времени, которое ребенок проводит в школе, оно очень большое. Вот. И это говорит о том, что это ребенка, скажем, вставит в такую ситуацию, что он не успевает позаниматься своими какими-то вещами, тем, что он хочет поделать, а у него есть надо-надо-надо-надо, и это его приводит вот в такое нервное состояние, потому что он понимает, что он делает что-то такое, что не соответствует жизненному ритму. чего ему хочется самому, как он видит это. и что он... То есть практически свободного времени на самостоятельный выбор у ребенка не остается. Да, да. Главное, что не остается времени на это. То есть выбор, может быть, у него и есть какой-то на что-то, но время делать это у него нет. Вот. И данные вопросы, они возникают все чаще и чаще. Плюс у родителей возникает, поскольку среда двигается вперед, технологии двигаются, у родителей читают разные материалы, смотрят различные, скажем так, другие формы образования и видят, что есть какие-то другие варианты. Вот. Но понять более точно и глубоко, что это такое, как это работает действительно, очень тяжело из материалов. И для этого мы делаем родительский лекторий, когда мы приглашаем родителей, они к нам приходят, и мы им рассказываем более детально, отвечаем на их вопросы по данным форумам, чтобы расшифровать им и понять и показать, как это работает действительно. На словах хотя бы. А потом это можно сделать и на практике попробовать. То есть если у них есть желание, они могут попробовать на практике. И вот сразу хочу сказать, да, вот такое вытекает маленько из этого, из всего, что сказано, что родители, они все-таки уже не дети, да? Ну, как таковые. Хотя в каждом есть ребенок. И у многих родителей, пока что еще многих, возникает непонимание, почему происходит это с ребенком. Ведь я-то учился хорошо, ведь я-то сидел за партой хорошо, ведь я-то приходил домой, делал себе домашние задания. А почему же ты так не можешь? Да, почему ты не такой? А давай делай, а это все надо, а для кого надо, а для чего непонятно, уже становится ребенком, который, в принципе, всю информацию может получать из тех же гаджетов и интернета. Он просто не понимает, зачем это все, вот этот барьер сталкивается. И вот именно для этого мы и эту передачу подумали, что нужно сделать такую программу, чтобы просвещать в разговорах, в диалогах, в объяснении разных критериев все, что связано с детьми. И возможно даже затронуть то, что будет. То есть те же профессии будущего, это отдельная тема, которую хотя все обсуждают, но никто не знает, какие они будут. А на данный момент сколько процентов профессий, уже 30-40 отмирают, тех, кто выходит просто из института, а профессий не существует. Ну вот как? Тем много действительно для обсуждения. Сейчас мы нашу программу пока завершаем. Я думаю, что мы уже успели рассказать нашим слушателям много о нашей новой программе «Время и дети». Стартует она, напомню, еще раз в январе месяце. Видеоверсию, как сегодняшней программы с объявлением номеров в WhatsApp номера 8920-693-54-82. Все можно будет прочитать на портале Твериград завтра во второй половине дня. Тема нашей первой будет программы «В январе. Чем дети отличаются от взрослых?» Можете прислать свои мнения. Мы ждем также вопросы, может быть, по теме этой программы. Пишите о темах, которые бы вы хотели услышать в нашем эфире в рамках программы «Время и дети». Что еще? Мы, конечно, ждем аудиофайлы на WhatsApp номер 8920-693-54-82. У детей обязательно своих спросите, если у вас есть такое желание или у ваших детей есть желание поговорить в микрофон, рассказать, да, кто такие взрослые. На их взгляд, аудио должно быть не более 20-25 секунд. Ждем. Итак, встречайте, наверное, программу «Время и дети» в январе. И еще раз напомню, что сегодня экспертами и ведущими программы «Время и дети» на «Пилот-радио» Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей «Совум» и Павел Хелько, основатель детского клуба «Верх тормашками» «Арт-педагога». Так, давайте попрощаемся с нашими слушателями до нашей новой программы. Хорошего вечера и до новой встречи, да? Да, до новой встречи. Как в гостях у сказки. Да, да, да. Ну что ж, детская программа. Я, Марина Семенова, также с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. Ждем новую программу в январе. Актуальная тема «Компетентное мнение» в программе «В центре внимания». «Компетентное мнение»